Мне каждый раз приятно видеть, что наш зал все время полный, за ним сидят люди такие серьезные, самодостаточные, сильные. И я бы хотел кратенько пробежаться по тому, что нами за это время вообще было проделано. Хоть мы вкратце с Сергеем Жуковым пробежались, хотя к Сергею Жуковым тоже имеет отношение, не последнее. Если будет интересно, то почитайте в интернете или у него спросите. Но с Георгием Жуковым и с Дарьей Мартыненко, с Левтиной Пучной мы за один год, а нам 9 сентября был один год, провели 10 программ, это 10-я юбилейная программа, и прокачали 70 стартапов. Сегодня мы с Левтиной говорили на предмет того, слушай, а что потом происходит с этими стартапами, вообще куда они все плывут, лети или плыви. И мы так поглядели, помониторили, и оказалось, что за это время с ними ничего не произошло. Они как были на этом этапе, так и на этом этапе осталось. И мы для себя подумали, почему бы нам не создать в буквальном смысле продюсерскую группу, которая бы непосредственно занималась именно продюсированием стартапов. Почему? Потому что все наверняка знают, такие есть товарищи-ангелы. Все знают, нет? Ангелы, шмангелы, менторы. Кто-нибудь знает вообще, что это такое, нет? Вот видите, одна девушка знает. Вот в нашем лексиконе в современном появились такие слова, как ангелы или менторы. Я до сих пор не понял, кто такой ментор. Сказали, ну это типа советчик. Я думаю, сразу вспоминаю слова того же самого Галицкого, когда пригласили его в школу Сколокова. Он сидел на сцене, перед ним люди. Он говорит, слушайте, я вообще не понимаю, какие могу давать советы людям, которые потратили 120 тысяч долларов на свое обучение. Вроде я взрослый человек, вы взрослые люди, я вам должен что-то советовать. Ну, не странно ли это? Поэтому я не знаю, что за менторство у нас такое есть в стране, но, видимо, такие там советчики чему-то советуют. Есть ангелы, это такие люди, которые либо на первичном этапе, на каком-то вторичном этапе, ну, в общем, помогают тебе, не знаю, там, миллионам рублей. Приблизительно где-то так, может и меньше. Мы подумали, что продюсерский центр и продюсирование проектов – это наиболее, скажем так, четко отражающее, недостающее звено. Именно вот в нашем, ну, я назову больше технологическом мире. И слава богу, что мы к нему имеем отношение, потому что наши отцы имели отношение к нему, к этому технологическому миру. Так вот, на сегодняшний день что же делать стартап-шоу? Ну, с одной стороны, оно предоставляет возможность выступить на этой замечательной площадке перед, опять же, замечательной аудиторией. И когда нас спрашивают, кто вообще в зале эти люди, я всем говорю, ну, вряд ли это инвесторы. Скорее всего, это люди, которым нравится все технологичное, все инновационное. С другой стороны, возможно, это те самые люди, которые больше приобретатели того самого, или пользователи того самого продукта, или то есть самые услуги, которые предоставляет именно стартап. Второй этап – у нас есть замечательный партнер. Это хаб, причем государственный хаб, от начальника ВГТРК. Называется он «Спутник Ньюс». Ежемесячно мы выпускаем топ-5 российских инноваций, способных изменить мир. Например, пишут о них на 14 языках и даже перепечатывают в разных СМИ. Мне интересно, кто-то читал вообще вот наш топ-5 выпуск? Кто-нибудь видел, ребят? Так, сегодня будет сложно. Можно мне виски, пожалуйста, или коньячку покрепче? Шутка. Ну так вот, хорошо, что вы не видели, потому что у вас есть возможность увидеть. Потому что «Спутник Ньюс» больше ориентирован не на российскую аудиторию, а на западную аудиторию. И прежде всего это «Спутник Ньюс. Ком». Поэтому заходите туда, посмотрите. Следовательно, выйдя на эту сцену, если это технологичный стартап, и мы его действительно оценили высоко, он попадает в наш топ-5. Ну и впоследствии у нас есть партнер, краудинвестинговая платформа, на которую стартап может по зеленому коридору пройти и собрать себе приблизительно до 10 миллионов рублей приблизительно за два месяца. Вот такой замкнутый цикл мы создали, он нам очень нравится, и мы им очень сильно гордимся. И это все, обращаю ваше внимание, за один год. Движемся дальше. Я перехожу к разделу «Новостей». Из последних новостей, то, что мне больше понравилось, то, что 19 сентября компания LeEco начала официальные продажи своих смартфонов. И что самое удивительное, что за один день они продали 121 тысячу штук. Все наверняка помнят, как президент нашей страны держал в руках Yotafone, и 121 тысяча так и не продалась. Не за один день, даже не за один год. Если я не ошибаюсь, около 20 тысяч устройств за год продано. Второй Yotafone, который появился, их напечатали 150 тысяч. Но, в общем-то, даже этот тираж до сих пор еще и не распродался. А здесь 121 тысяча и за один день. В связи с этим, дорогие друзья, наша новость следующая, что в октябре месяце у нас будет не кто-нибудь, а супергерой нашего времени нашей страны, Виктор Сюй, президент LeEco в России и Восточной Европе. Еще вы можете узнать этот бренд, либо этот смартфон, смотря программу «Голос», потому что они являются генеральным спонсором этого замечательного шоу. Обращаю ваше внимание на этого замечательного человека, Владимир Яблонский. Его в зале, по-моему, еще нет или он уже приехал? Сейчас подъедет. Сегодня у нас с ним планируется подписание соглашения о сотрудничестве между стартап-шоу и ассоциацией социального развития. Заметьте, мы прямо в ГОС пошли. То, значит, мы в Крыму были, там все у нас было под ГОС, сейчас у нас, значит, подписание соглашения. Ну и я подумал, что почему бы мне не представить еще и следующих гостей наших. Олег Пташкин, заместитель председателя правительства Ивановской области в городе Москве. Он есть здесь сейчас в зале? Господин Пташкин. Вы где? Есть. Вот. Вот этот человек-легенда. Ваши громкие аплодисменты. Давайте. О, ну, слава Богу, раскачались. Я понял, у нас тема ГОС сегодня будет. То есть мы будем аплодировать на теме таких вот текстов. Ну, у вас есть уникальная возможность похлопать еще чуть-чуть. У нас есть Балашов Евгений Борисович, заместитель председателя правительства Иркутской области, руководитель представительства правительства Иркутской области при правительстве Российской Федерации в городе Москве. Вот. Как говорится, я никогда не учился на вот этого «шла Маша по шоссе и сосала сушку», собственно говоря, или «грызла сушку». Вот. Ну, в общем, сейчас вот я когда на репетиции читал ваш текст, я понял, что это очень похоже. Только там буква «П». Да. Есть о чем. Вот. Есть о чем поговорить. Спасибо за ваши скромные аплодисменты. На этом не останавливаемся. У нас в гостях Рудольф Лукавский, торговый советник посольства Австрии. Где вы? Где вы? Рудольф. Вот Рудольф. Я вижу его. Я вижу, вам понравилось аплодировать. Аплодировать. Продолжаем. Андрей Черней. Атташе по науке и технологиям посольства Австрии. Вот. Вы заметили, как мы обросли? Понимаете? То есть мы за год набрали мышечную массу, что к нам приходят такие люди. Представляете? Мы об этом могли мечтать, но когда в Крыму, собственно, мы ожидали президента нашей страны. Вот. Я не буду говорить вам, был он, не был, потому что с меня взяли подписку о неразглашении, так сказать, государственной тайны, был он или не был. В общем, понимаете, доросли. Друзья, перед тем, как перейти к нашему вот этому вот стендапу, стендап-марафону, я хотел бы вас спросить, хотели бы вы, например, поехать в Израиль на пару дней, погреться, так сказать, на солнышке, покупаться в трех морях, океанах и заодно сходить на технологичные мероприятия. Да или нет? Да. 6-7 голосов. Остальные нет? Нет. Понятно. Друзья, хорошо. Давайте я вам задам загадку, уверен, что вы по-любому ее отгадаете. Причем сразу скажу, что все, что сейчас говорю, это чистая импровизация. Никогда я не готовился. Как вы думаете, как будет по-английски российские инновации? Вот я хочу обратиться к представителям Австрии. Как будет по-русски российские инновации? Как будет по-английски российские инновации? По-английски. Прекрасно. Представляете, по-русски российские инновации будет Russian Innovation. Дорогие друзья, как вы думаете, домены Russian Innovation и Russian Innovations были заняты или были свободны еще вчера? Как вы думаете? Как вы думаете? Ну, вот вчера эти домены были свободны или заняты? Свободны. Совершенно верно. Представляете, в стране, где мы продвигаем российские инновации, домены Russian Innovation и Russian Innovations были свободны. Но со вчерашнего дня эти домены уже заняты. В общем-то нами. И исходя из имени этого домена у нас появилась некая концепция. А почему бы, например, за рубеж при поддержке представителей Австрии или Красноярска, Иркутска, Воронежа, Пскова и так далее не вывозить за рубеж российские технологичные стартапы и не демонстрировать их потенциальным инвесторам, чтобы те инвестировали деньги в Россию, то есть вот в них. Вот такая идея у нас родилась. И мы подумали, почему первое мероприятие Russian Innovations не провести в Израиле. Вот нам хочется понять ваше мнение, стоит ли нам это делать или нет. Вы пока об этом подумайте. На досуге, может быть, кому-нибудь напишите. А если возникнет идея, то подходите ко мне или к Жукову. Собственно говоря, вот это мы с вами обсудим. Вот на этой замечательной информационной ноте я хочу закончить. Если вам, как сказать, как в YouTube смотришь, если вам понравились мои новости, ставьте лайк и подписывайтесь. А в нашем случае, если понравились аплодисменты, не понравилось улюлюканье. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!